В минус 35 сотрудники рыбозавода Байкал, невзирая на морозы, взяли в руки транспаранты и выстроились в колонну. Лозунги говорят сами за себя. Руки прочь от рыбозавода. Сегодня сотрудники рыбозавода, нас 15 человек, мы вышли для того, чтобы привлечь внимание. Мы хотим сказать, что мы не против проверок, но они должны быть не такие, чтобы закошмарить нас. То есть мы должны нормально работать, трудиться. Конец года, мы должны строить планы на будущее, а мы находимся в нервном состоянии. Скажите, почему собрались сегодня здесь? Потому что мы протестуем против проверок на рыбозаводе, мы платим налоги, у нас рабочие места. Я начальник производства, в моем подчинении находится 70 человек, я хочу сохранить им заработную плату. У них семьи, дети, их нужно кормить. Однако, по словам пресс-секретаря налоговой службы, проверка рыбозавода – контрольное мероприятие. А виной всему фирма «Однодневка» из Владивостока, которая поставляла Байкалу сырье. И мероприятие это связано с проверкой правильности исчисления налога на добавленную стоимость. Данный налог, он очень специфичен, в том плане, что проверка его весьма трудозатратна, и получение результатов, имеется с точки зрения проверки, оно может занять довольно долгий период, до полугода. Спор между бизнесом и властью идет уже давно. Недавно на радио «Эхо Москвы» в программе «Клинч» дискутировали начальники Вадим Бредний и Юлий Куреленко. Ну, однако, заходим, заходим, выделываем выемку. Есть бумага «Привлечение сотрудника АББ», вот она у меня, это акция устрашения, как я называю, понятно. Там переворачиваем бухгалтерию всю, там за три года давайте сюда выложите все синие оригиналы документов. В том случае, если вы их предоставляете? Это же, как бы они пришли, как-то их не предоставил бы, они пришли и забрали. Может быть, ваши подчиненные вводят вас в заблуждение? Дело в том, что, по моей информации, в отношении рыбзавода ситуация разворачивалась с мая месяца. То есть, это было известно тем людям, которые ведут у вас бухгалтерские учеты и являются юристами. Их приглашали, приглашали в том числе и руководителя. Юрист мне четко докладывает, что все это было далеко не так. Как сказал мне понравилось это Вячеслав Владимирович Наговицын, что как будто бы из-за кустов с палочки выбегаем и ловим водителей, как гаишники. Но это же методы тоже, согласитесь, унизительные для обеих сторон. Мы боимся того, что нас просто подведут к банкротству, понимаете? Мы боимся того, что нам предъявят необоснованные огромные штрафы, понимаете? Мы боимся, что нас кончат так же, как Макбур, понимаете? Вот и все, мы хотим работать, мы хотим развивать рыбзавод, больше мы ничего не хотим. Однако, как развернуться события, предугадать невозможно. Но точно известно, в любом случае, рыбзавод Байкал уже несет убытки. И если не обанкротят и не оштрафуют на прочность, проверят нервы всего предприятия. Светлана Шикунова, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная.